Собака, как и мы, имеет два глаза. У нее бинокулярное зрение, в идеале то, что подарила ей нам природа. Есть верхняя и нижняя века. Есть основная слезная железа, которая находится с височного края верхнего века, если топографически о ней говорить. Есть добавочная слезная железа, которая находится под третьим веком в уголке глаза. Ну и, конечно, мы знаем, что есть роговица, прозрачная часть, и есть склера, так называемый белок глаза. Сегодня мы будем немножко говорить о слезной системе собак, о том, какие причины вызывают слезотечение и что же в данном случае хуже избыток слезы или недостаток. Поэтому нам нужно знать базово, как представлена слезная система в норме у собаки. У собаки имеются две слезные точки. Они располагаются во внутреннем уголке глаза с внутренней, практически поверхности века, сверху и снизу. Есть два слезных канальца, которые собираются вместе в слезный мешок, а дальше в один большой слезный каналец, носослезный канал, который ведет непосредственно в нос. И в носу, в носовой полости, есть еще один небольшой канальчик, который тоже ответственен за то, чтобы слеза спокойно изливалась в носовую полость. Есть некоторые нюансы, там есть протоки канала, открывающиеся в рот, но это здесь не важно. Почему? Потому что в основном все-таки канальца открывается в нос. Это мы видим, когда проводим тесты, определенные диагностические тесты с зелененькой краской флюоресцином, и менее чем за минуту нос у собак становится зеленым в норме. Здесь представлен просто сагитальный схематичный срез глаза, для того, чтобы мы знали, а что непосредственно у глаза внутри. Еще раз, здесь есть роговица. Между роговицей и хрусталиком есть передняя камера. Коричневый цвет глаз собаки – это не что иное, как радужка. Белок все еще по-прежнему склера. Хрусталик – прозрачная линзочка, по крайней мере, у молодых животных находится. И не видна нам, когда мы смотрим на собаку фронтально, а на заднем полюсе есть огромное-огромное количество геля, которое называется стекловидное тело, и зрительный нерв, и сетчатая оболочка, которая собирает зрительную информацию. На что мы должны обращать внимание, когда смотрим на собаку, приобретаем собаку, собака долгое время где-то отсутствовала, и мы подозреваем, что что-то произошло с ее глазами. Прежде всего, мы смотрим на расположение глаз в орбите. Что здесь в данном случае можно увидеть? Глаз должен быть расположен в орбите и прикрываться веками полностью. Положение взгляда, когда собака смотрит на вас, должно быть непосредственно прямое. То есть вы видите собакины зрачки, по крайней мере, у кавалера это точно видите. Глаз не должен в норме быть прикрыт третьим веком. Если мы видим, что что-то не так, и один глаз больше другого и выпирает из орбиты, здесь явно что-то не то. Как это называется и на что нужно обратить внимание? Если глаз сильно выпирает из орбиты после того, как собака побывала где-то в кустах в парке и пищит, то, скорее всего, это профтос глазного яблока, так называемый экзофтальм. Если вы не видели собаку давно, и она пришла к вам, и вам кажется, что глаз ее раздут, как шарик, это называется буфтальм. И, скорее всего, причина внутриглазное давление. Но, к сожалению, мы не можем объять необъятно, и сегодня о давлении говорить не будем. Это будет темой следующей лекции. Однако следует помнить, что если вы видите, что у вашей собаки один глаз больше другого, то, конечно же, нужно обязательно обратиться к врачу как можно быстрее, потому что, возможно, зрение еще можно спасти. Если произошел острый приступ глоукома, но помощь оказана своевременно, то на 100% зрительная функция, может быть, и не будет потеряна. Также всегда дома можно совершенно спокойно осмотреть веки. Мы помним, что у собаки есть верхняя и нижняя века, и, в отличие от нас, у собаки есть еще и третья века. Если они воспаляются, если они краснеют, если они меняют свою нормальную гладкую структуру, у кавалера на верхнем веке реснички достаточно длинные, века достаточно однородная, нет никаких бугорков в норме, аллопеции и прочее. Если что-то появилось, то, возможно, это воспаление. Зверь, как правило, это воспаление сальной железы века, так называемой имейблоймовой железы. Если зверь в возрасте, как правило, уже после 7-8-9 лет, то иногда перерожденные сальные железы превращаются в такие, как на среднем слайде, несимпатичные образования, которые, в свою очередь, тоже могут вызывать слезотечение и дискомфорт. Так вот, о слезотечении. Что же такое слезотечение? Это выделение слезы. И в норме слеза выделяется постоянно, когда мы смаргиваем, мы смачиваем глаз слезой регулярно. Учитывая, что роговица, прозрачная часть глаза, ткань бессосудистая, ей тоже нужно питаться. Как она может это сделать? Только путем осмоса, только путем выделения, получения питательных веществ из слезы и из внутриглазной жидкости. Основная проблема собак породы кавалеркинг-чарльз-пальтниэль – это избыточное количество слезы. По крайней мере, так считают все те, кто не столкнулся с недостатком слезы. Это называется докриория, или наиболее часто можно увидеть такое название, как эпифора. Это постоянное, длительное, избыточное слезотечение. Почему так происходит? Какова причина слезотечения? Что мы можем сделать дома для того, чтобы базово понять, какая может быть причина? Во-первых, опять же, нужно внимательно посмотреть на веки. А нет ли там ничего лишнего, насколько это видно дома? Посмотреть на глазную поверхность. Глазной поверхностью называется совокупность роговицы, конъюнктивы, век и все то, что мы можем видеть. Если все красное, если все воспаленное, то значит это какое-то раздражение. Следует подумать о его причине. Также нередко причина сужения носослезного канала. Однако стоит помнить о том, что если зверь жил себе нормально и прекрасно энное количество месяцев, а потом у него вдруг потекли глаза, то, как правило, никакого недоразвития слезного канала или слезной точки у него нет. Скорее всего, просто слезные канальцы забились слизью или произошло какое-то иное воспаление. Может быть воспаление в носовой полости, и поэтому текут глаза. Ренит, носик тоже непосредственно участвует в том, чтобы слеза адекватно сливалась. Даже при отличной слезной системе, хороших рабочих слезных точках, заложенный нос может быть виновником того, что глаза текут. Предшествующие травмы носа и век. К примеру, если у собаки была какая-то травма, которая повредила ее века, как правило, нижняя, и слезная точка, слезный каналец был задет, то он может зажить не совсем анатомически верно. Может образоваться рубец, хотя такое не так часто бывает. Но это тоже может привести к слезотечению. И также очень редкая кондиция гиперсекреции слезной железы. Гиперсекреция – это значит, слезы вырабатываются слишком много просто потому, что причина часто остается неизвестной. Но, как правило, если такое все-таки есть, если гиперсекреция наблюдается, то это первый предвестник синдрома сухого глаза. Каждая причина слезотечения достойна своего особого внимания. Неправильное положение век, помимо слезотечения, может принести собаке травму роговицы, боли, дискомфорт, воспаление тех же самых век. И эта проблема не пройдет самостоятельно никогда. Требуется хирургическое лечение. Вот здесь, на этом слайде. Это называется энтропин, заворот. Нижнего здесь, в данном случае, века. Лишние реснички, которые вместо того, чтобы расти вперед и защищать глаз от внешних воздействий, иногда могут расти вовнутрь. И постоянно царапая и раздражая роговицу и глазную поверхность, также вызывают избыточное количество слезы. И это нередко бывает у кавалеркинг Чарльз Спаниэль. Выпадение слезной железы и маленький округлый красненький шарик, появившийся вдруг во внутреннем уголке глаза, сам по себе тоже может вызывать раздражение глазной поверхности, нарушение условного смыкания верхнего и нижнего века и тоже вызывает слезотечение. Также у собаки может быть просто определенная аллергическая реакция, которая тоже сопровождается тем, что тучные клетки в большом количестве, представленные на конъюнктиве, выталкивают наружу свободный гистамин и стимулируют к слезеобразованию. Это тоже может быть одной из причин слезотечения. Но когда слезы мало, как правило, это еще хуже, чем когда ее много. Сухой кератоконюнктивит заболевание нередкое. Чаще всего у данной породы звери приходят в 4-5 лет, самые первые с этим заболеванием, обычно с 4 до 7. И, как правило, причина, которую называют владельцы, у собаки слезится глаз, у собаки гноя много. Посмотрите, как гноя много. В основном все эти выделения – это слизь, просто старая слизь. А посередине указан слайд, как мы проводим тест на измерение слезопродукции, основной базовой слезопродукции. Это называется тест Ширмера. На глазиках слева и справа видно, что никакой слезы там нет. И если поставить вот такую тонкую бумажную полоску в такой глазик, возможно, мы наберем единичку, может быть, два по шкале. Но это будет не слеза. Это будет слизь, это будет влага этой слизи. Зачем глаз это делает? Глазной поверхности роговицы тоже нужно защищаться. И если она не увлажняется, а верхняя века механически трет по сухой поверхности, то слизь вырабатывается по-любому, просто для того, чтобы верхняя века скользила. Глаз начинает старательно защищаться, вырабатывая активно меланоциты. И у собаки на роговице появляется пигмент, прозрачность теряется. Это очень тяжелая кондиция, и лучше, конечно, не допускать вот таких случаев, как представлено на правом и левом слайде. Если вы видите, что у собаки хронически в течение нескольких дней вязкая, слизистая, отделяемая, то лучше прийти на прием к врачу и слезу все-таки померить. Почему? Потому что тот, кто обращается с синдромом раннего сухого глаза, может получить терапию значительно меньшую, нежели тот, кто обращается в тяжелых экстремальных ситуациях. И также тот, кто обращается на ранних стадиях развития болезни, может, в принципе, не столкнуться с тяжелыми последствиями болезни синдрома сухого глаза, таких как полная потеря зрения просто за счет потери прозрачности роговицы, которая вся прорастает пигментом, сосудами, покрывается слизью и практически никогда невозможно вернуть ее в нормальное исходное состояние. Ну а если возможно, то для этого требуется масса усилий не только со стороны врача, но и со стороны хозяина, который будет капать препараты по 5-6-7 раз в день. Также для тех, у кого такая неприятность все-таки случилась, не отчаивайтесь, есть и хорошие лакримомиметики, специальные гелевые средства, и есть операция специальная, пересадка слюнового протока. Слюна, конечно, не заменит слезу на 100%, но, по крайней мере, даст глазу не засохнуть. Первая помощь, которую можно оказать дома собаке при слезотечении, если вы замечаете такую кондицию у своей собаки, прежде всего понять, в какой момент все это началось. Если вы живете дома, гуляете примерно по одним и тем же маршрутам и ничего нового в жизни ни в вашей, ни в собаке глобальной не происходит, то первый пункт можно, конечно, сделать, но так весьма условно. Если вы находитесь за городом или живете в частном доме, или собака у вас часто убегает и самостоятельно играет с другими собаками на лужайке, на площадке, то смотрите, смотрите внимательно, особенно в летний и в осенний период года. Очень часто бывают народные тела на конъюнктиве. Как это можно посмотреть? Можно отпустить вниз нижнее веко, можно приподнять верхнее веко, можно использовать препараты слезы, самые простые, дофислез или слезин, для того, чтобы капнуть несколько капельок, постараться смыть что-то лишнее. Это обычно при остром слезотечении, как правило, глаз защурен, закрыт, может быть, немножко болит и сильно течет. Если у собаки текут... Оба глаза одинаково симметричны и совершенно не беспокоенны, как собаку. Что нужно сделать? Прежде всего, оценить характер выделения. Чего там больше? Чистой, беленькой, прозрачненькой водички, которая окрашивается в коричневый цвет и красит слезные дорожки. Это одно. Большое количество слизи или чего-то зеленоватого, что можно воспринять как гной, это совершенно другое. Если в первом случае чистого слезотечения, можно прежде всего проанализировать дома рацион. Не съела ли собака последние пару-тройку недель чего-то совершенно для нее неподходящего. Оценить, не чешется ли собака вообще вся. Может быть, у нее чешутся уши. Если у нее одновременно с слезящимися глазами еще красные воспаленные уши, которые пахнут грибами, то понятно, что здесь проблема-то она, в общем-то, не офтальмологического характера, дерматологического характера, пищевого характера и прочее. И дома также возможно использовать совершенно спокойно, не опасаясь того, что вы навредите, такие препараты, как витабакт и окамистин. Витабакт можно всем животным, начиная с рождения и открытия глазок, детям с первого месяца жизни человеческим, это человеческий препарат. Окамистин можно щенкам с месячного возраста. Перед приемом врача лучше не смывать слезные дорожки, не использовать ни капли, никак не промывать глаза, оставить все как есть, для того, чтобы можно было оценить характер выделений и прочее. И еще, если вы видите, что на светлой, в общем-то, очень часто мордочке собаки, рыженькой, беленькой или коричневой слезка окрашиваются в коричневый цвет, то, как правило, это не патология сама по себе, а просто окисление слезы на воздухе. В слезе в норме в составе содержится лактоферин, и в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, от ее окраса, его может быть больше или меньше. Как правило, на светлых просто видно лучше, потому что у темненьких точно так же окрашивается слеза, но на черной шерсти вы этого не найдете. Как убрать слезные дорожки, если они уже получились, ну, мало ли, может, был какой-то прием, какой-то совсем неподходящей еды. Как их убрать? Во-первых, это регулярная гигиена глаз. Опять же, можно использовать витабакт и окумистин. Даже не обязательно использовать средства для выведения слезных дорожек в биофаровской или 8 в 1, которые продаются в зоомагазине. Это просто регулярность. Здесь нельзя за один день отмыть то, что текло месяц или полгода. Во-вторых, мы же помним о том, что у собаки линька бывает в норме 2 раза в год бывает. Домашние собаки постоянно чуть-чуть подлинивают. Если глазки здоровы на момент, когда начинается линька к марту-апрелю или к октябрю, то, как правило, все эти дорожки перелиняют и не останется никакого совершенно следа. Как правильно обрабатывать веки и глазную поверхность и при норме, и при патологии? Лучше всего использовать марлевые тампончики. Именно марлевые ватные диски использовать можно, если они хорошего качества. Потому что бывают такие диски ватные, от которых слишком много тоненьких ватных ниточек, которые тоже могут оставаться на конъюнктиве и вызывать в свою очередь дополнительное слезообразование, слезообразование и раздражение. Каждому глазу использовать желательно свой тампончик. Если вы используете одну салфеточку, то, значит, две разные стороны. Работаем мы, конечно же, чистыми руками. Работаем мы, конечно же, не метясь с собаке в роговицу, если ногти у кого длинные. Слеза течет от виска к носу. Первые слайды мы смотрели анатомию. Мы помним, что основная слезная железа все-таки находится в височном углу, латеральный. Поэтому основное количество слезы течет с виска вниз к носу. И глаз, соответственно, мы моем от виска к носу. Почему? Потому что потенциальные аллергены, ту же самую пыльцу, маленькие народные тела, которых мы можем не заметить, если у нас нет специального освещения и увеличения. Мы можем просто вымыть, спокойно вымыть капелькой витабакта, капелькой слезы. Капать в глаз удобнее, приподнимая верхний век вверх или опуская нижний чуть вниз. Я надеюсь, достаточно доступно написано. Верхний век чуть-чуть вверх приподняли, капельку капнули, не метьтесь на зрачок. Если собака видит, что ей в зрачок летит капельный флакон, естественно, она закроет глаза. Во-первых, потому что это рефлекс. Во-вторых, потому что это действительно страшно, когда в глаз что-то летит. Препарат сам распределится по конъюнктиве всей глазной поверхности. Нам не требуется никакой помощи в данном случае, как-то трясти мордой, нажимать веками и прочее. Всякий препарат сам прекрасно распределяется по всей глазной поверхности, каким бы он ни был, даже если он мазь. А относительно мази попозже отдельно скажу. Что нужно взять с собой? Что должно быть в принципе дома, на всякий случай, что никогда не повредит? Должны быть обязательно марлевые салфетки, любые из представленных антисептических капель, это человеческая аптека. Желательно баночка физраствора для промыва, если вдруг потребуется промывать глаз, туда что-то попало, шприцы для того, чтобы можно было удобно набрать, не очень большое, но одновременно не очень малое количество раствора для промыва. Препараты от аллергии. Самые простые препараты от аллергии бывают разные. Бывают препараты, которые сушат глаз, например, сперс-аллерг или аллергодил или каплевизин. Такие препараты лучше не использовать. Блокаторы аж 1-гистаминовых рецепторов. А бывают препараты нежные, которые стабилизируют мембрану тучной клетки. Это та самая клетка, которая занимается слизеобразованием, находится в конъюнктиве. И можно использовать кромогексал. Кромогексалом навредить невозможно. Ну, если, конечно, не тыкать флаконом в глаз. Его можно использовать совершенно спокойно дома. Таблетки от аллергии, супрастин. Если вы подозреваете, что летают всякие кусачие насекомые, если мы говорим о даче или о летнем времени, обязательно иметь воротник елизаветинский под размер. Каждому под свой размер. Если это кавалер, то это точно не меньше 12. Но если взрослый, 12,5 или 15. И самые простые антибактериальные капли. Можно взять тот же тобрекс. Человеческие капли. Что нужно знать нам о травмах глаза? И почему мы вообще затронули эту тему? Мне кажется, травма глаза – это, наверное, основное, о чем следует говорить. Потому что это всегда страшно, это всегда опасно. Это всегда требует безотлагательной помощи. Дома непонятно, что делать. Хочется помочь. Надо как-то так еще помочь, чтобы не навредить. Травмы бывают разные. Здесь картинки будут, может быть, немного неприятные. Но вы не пугайтесь. Из тех, кто мои, только один лабрадор. И то из-за того, что не пришел, глаз не спас. Все остальные подчинились. Выпадение проптоза глазного яблока. Как правило, это сильный удар. Как правило, это сильный удар или укус собаки, или автотравма. Глазное яблоко у спаниелей выпадает не так уж и часто. Это не мопс. Это не пекинес. Это не шицу. Оно достаточно плотно сидит в орбите. Но если удар был сильный, то проптоз может быть у любого же существа. Контузия глазного яблока – это тупая травма. Когда в глаз прилетело яблоко или мячик, и вы услышали, что собака пискнула, увидели, что что-то вроде как в голову, в морду попало, но вы не видите последствий. Иногда это бывает наиболее страшная глазная травма. Ожоги глаз термические, химические, световые. Что это значит? Это значит, что даже ультрафиолетовая лампа, которую многие используют в доме, может повлиять на раздражение роговицы и вызвать как минимум проблему с эпителием роговицы, тонким слоем неороговевающих клеток эпителия, которые представляют собой внешнюю защиту роговицы. Термические ожоги – это что-то очень горячее или очень холодное, что может попасть в глаз, а химические ожоги делятся на кислотные и щелочные. И, как правило, дома из химических ожогов чаще всего бывают шампуни для того, чтобы помыть собаку, которые могут быть достаточно жесткими при попадании в глаза. Особенно лечебные шампуни с хлоргексидином 4-5% могут вызвать ожог. Ожог не нуктивы, а ожог роговицы. Это марганцовка, которую иногда разводят дома для того, чтобы обработать глаза. В ней могут попасться маленькие точечки марганцовки. Это очень коварно. Ножог – это будет считаться щелочной, там действительно могут быть страшные повреждения. Это перекись водорода, которую иногда используют для того, чтобы обрабатывать те же самые слезные дорожки. Лучше не нужно этого делать. В принципе, все. Либо это капли, которые не предназначены для глаз, но почему-то для глаз стали использоваться. Например, те же самые капли в уши. Там они очень часто в составе содержат спирт. И спирт, естественно, не может не вызвать хотя бы минимальное раздражение эпителия. Он все-таки вызовет. Проникающее ранение роговицы – это очень страшно, потому что здесь нарушается целостность самого глазного яблока, герметичного органа. Травма склера – это еще страшнее, потому что мы ее можем даже и не заметить. Это может произойти где-то под конъюнктивой. Это самые коварные повреждения. Повреждения век выглядят ужасно, страшно, но, как правило, всегда просты и в 99% случаев поддаются коррекции в той или иной мере. Единственное только что, если повреждение века произошло в внутреннем уголке глаза, может быть какая-то проблема со слезой потом. А во всех остальных случаях можно хирургически оптимально сопоставить в кант века. И травма конъюнктива. Выглядит всегда ужасно, страшно всем, очень страшно, но на самом деле все это достаточно быстро проходит, если это действительно изолированная травма конъюнктива. Что можно сделать дома? Прежде всего, самим успокоиться, попытаться взять себя в руки, успокоить собаку, попытаться проанализировать, что произошло, если был виск писка, а потом глаз закрыт. И прежде всего сделать так, чтобы собака сама себе глаз не трогала и никак не чесала, потому что она себе помощи в данном случае никакой не сделает, а вот вред принести может. Вот к вопросу, почему воротничок все-таки дома, пусть его никогда даже не придет садить, но быть-то он должен. При хорошем освещении осмотреть собаке не только глаз, но также и голову, и губы, и ротовую полость, и ухо посмотреть, что случилось. Мама! Не слышу. Мама! Я говорю, в чем смысл ты, какой был вот этих всех действий, говоря, с летом, да? Угу. А чебуреки поедут. Они тоже сидят не тушим. Не слышу. Алло. Алло. Слышно? Вот. И не нужно применять никакого насилия, особенно если вы не знаете, какой был характер травмы. Можно использовать антисептические капли, просто капнуть их в щелку между веками, если имеется какая-то щелка. Если никакой щелки не имеется, глаз плотно сомкнут, значит оставить собаку в покое, дать ей успокоительные капли, можно использовать тот же самый жидкий стоп-стресс. Или если дома уж совсем нет стоп-стресса, там пару капель корвалола с водой дать можно, и доставить собаку к врачу. Здесь, наверное, я попробую запустить чат. Сейчас. Здесь, наверное, мне придется провести маленький интерактив. Вот здесь представлены всякие картинки страшные. Как вы думаете, какое из вот этих вот шести страшных слайдов самое опасное состояние? Самое опасное, какой номер, напишите в чат. Так, шесть вижу. Пятый. Пятый. Третий, пятый, второй, второй. Все страшно. Так, ну, смотрите. Первый случай. Собака на прогулке веселилась, гуляла, и как-то так произошло, что хозяин ей ничем поводком хлестнул, пришел на прием. У нее называется это суфозия. Субконъюнктивальное кровоизлияние. У нее субконъюнктивальное кровоизлияние. Здесь, в данном случае, то, что там белеется хрусталь, это просто собака не юная. Ну вот, это возрастной нуклеоз, склероз, зреид, катаракт. А вот эта краснота, да, на конъюнктиве, это неудачный взумах поводка. Вот такое состояние лечится очень просто. Это просто конъюнктивально. Страшно, да, посмотреть на это дня два-три. Но так как конъюнктива ткани очень богатая, богатая и лимфатическими сосудами, и кровеносными сосудами, то это проходит быстро. Там обычно два-три дня все исчезает. Вот во втором случае действительно страшно, да, действительно страшно. Это автотравма. Это такое боковое столкновение морды с машиной, и, видимо, достаточно сильное. То есть здесь не только компрессионная травма, здесь и компрессионная травма, и кровоизлияние в переднюю камеру, и проптоз как минимум первой степени, и конъюнктивы вся красная взбухла, взбухла, оттекла. Здесь требуется что? Здесь требуется коррекция давления глаза, и вправление глаза, и наблюдение теперь всю жизнь за этим глазом, даже когда кровь рассосется в передней камере, потому что будет тенденция к повышению давления внутриглазного. Да, действительно, одно из самых страшных состояний, наверное, пожалуй. Да, пожалуй, самое страшное здесь. На третьем мы видим небольшую, неокрашенную, небольшую эрозию роговицы. Это состояние будет страшным, если собака будет себе чесать глаз, либо если ей совсем никакой помощи не оказывать, когда-нибудь оно может превратиться в состояние под номером 5. На шестом, хоть мне это немножко закрыто, но я помню, что там была слезная железа, это вообще не страшное состояние. Это не экстренное состояние. Да, это слезная железа. Она выпала, и ее нужно вправить. Желательно ее вправить хирургически, чтобы раз она всегда не выпадала. Но если это нужно сделать прям остро-остро и немедленно, можно вправить ее просто манипулятивно на приеме мягким пинцетом. И ничего, в общем-то, страшного не произойдет, если она еще раз попробует вывалиться. Да, ее надо все-таки подшить. Пятое состояние – это очень страшно. Это вот как раз тот самый пациент, который глаз-то потерял. Здесь сложная, сочетанная патология. Это неврологическая патология у собаки. Вследствие поражения лицевых нервов веки не смыкались. И из-за того, что веки не смыкались, когда образовалась такая вот дырочка, как в шестом номере, она не смогла зажить. Почему? Потому что глаз не питается, никак не защищается веками, не защищается, плюс ворот не носили. И получился очень сильный и страшный, очень сильный и страшный дефект роговицы, причем глубокий. Это видно просто, даже без увеличения, на обыкновенном фото, что здесь потеряно две трети толщины роговицы. В дальнейшем такой глаз, если не принять экстренные меры, ждет только прободение и вытекание, ущемление радужки в операционной ране. Да, это действительно страшное состояние. Что можно было сделать в таком случае? В таком случае можно было сделать операцию. Можно было поставить собаке, грубо говоря, заплатку на роговицу. Либо из чужой роговичной ткани, либо из искусственной роговицы, либо из собственной родной конъюнктивы бог с ней и закрыть непосредственно вот эту новую заплатку на веки. То есть шить между собой верхнее и нижнее или шить между собой третье и верхнее. И в любом случае эффект был бы хороший. Другой вопрос, что когда бы сняли вот это вот защитное покрытие с век, тогда, конечно, опять глазу пришлось бы страдать. Проблема неврологическая, веки не смыкаются. Здесь нужно капать в глаз постоянно, для того, чтобы он не сох. А этим не всегда удается заниматься, даже в силу времени. Например, собака долго сидит дома одна. Иногда так бывает. Номер шесть – это эрозия роговицы. Обширная эрозия роговицы. При хорошей, надлежащей помощи. И если фактора нет, то есть если нигде там внизу никакие реснички не трут, она очень быстро пройдет. За 72 часа при надлежащей помощи. И все будет хорошо. Самое важное здесь – это антибактериальные капли, регенерант, корневого протектора и не чесать глаз. Какие препараты можно использовать при травме глаза дома, для того, чтобы не навредить, а помочь животному? Как мы уже и говорили, самый первый препарат – это антисептик. Можно использовать окусалин, витабак, токомистин. И также можно, если вы действительно видите, что роговица повреждена, например, пошли с собакой в поле, и после этого она выскочила и на один глазик защурена и окривела. Можно использовать человеческие антибактериальные капли без доксаментазона и других СПВС. Почему? Да потому что это важно. Мы дома, не имея надлежащего красителя, не можем оценить масштабы. Вообще не можем никак оценить масштабы. Иногда нам просто кажется, что это глаз тусклый. А при надлежащем осмотре окраски кажется, что там вообще эпителия просто нет на этом глазу, что он весь окрашивается зеленым. Именно поэтому мы не используем никакой доксаментазон. Мы дома не знаем. И собаки – это не люди. Это людям даже при травме глаза назначают препараты с доксаментазоном. Возможно, потому что не так реактивна глазная поверхность и конъюнктива у человека, как у собаки. Возможно, потому что если у человека малейшая боль, он просто не станет терпеть, он сразу побежит и все там сделает, примется. А наши препараты – это чистые антибактериальные капли. Здесь написаны варианты. Они все препараты разного групп. Аминогликозиды, фторхиналоны, фузиидовая кислота – это отдельная группа. Самые классические простые лимицетиновые капли. Если вы далеко, за 100-200 километров от города и вам некому обратиться. Также при травме запросто можно использовать препараты слезы. И вообще препараты слезы можно использовать в любом случае. Особенно если они без консерванта, как два последних, Везмет и Гелан. Они не вызывают никаких неаллергических реакций. Это может быть один на 100 тысяч, у кого они могут потенциально вызвать. И все они в основном в составе содержат низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и некоторое количество карбомера. Для чего они нужны? Они помогают питаться. Они помогают питаться роговицы. Они, если конъюнктивы устало уже выделять слезу или слезу, временно могут взять на себя вот эту вот функцию. И еще раз, воротник. Воротник должен быть. Глаз чесать нельзя. Это самое важное и основное. И если вы решили что-то делать до приема, вы все-таки читайте, чего конкретно вы используете. Потом записывайте, что вы собираетесь делать. И если вы капнули, то надо кратность все-таки тогда соблюдать. Нельзя, например, сегодня капнуть флаксал, а опять ходят, щурятся. Пойду куплю тоброксому, каплю, а все равно щурятся. Если вы взяли флаксал, вы используете флаксал. То есть вот у вас есть некоторое количество дней флаксала. За эти 2-3 дня вы приходите на прием к врачу и говорите, так, так, мы используем флаксал 3-4 раза в день, капаем в этот глаз. По крайней мере, тогда понятно, какой препарат работал, работал препарат или не работал. Мы не вырабатываем никакую привычку резистентности. Она, кстати, может быть, если бесконтрольно употреблять любой из представленных антибактериальных препаратов, привычка вырабатывается. Потом они могут просто не работать. Вот. К чему привычки нет? К слезе привычки нет. К слезе нет никакой привычки и от нее нет никакого раздражения. Здесь не написано, скажу на словах, по поводу мази. Это не всегда хорошо для дома. Если у вас, допустим, есть зверь уже с поставленным диагнозом, и ему назначена мазь, это прекрасно. А вот как средство первого выбора, например, взять тетрациклиновую глазную мазь, это не очень хорошо. Не потому, что она тетрациклиновая. Это нормально. Но плохо то, что она на лонолине, она жирная, она тяжелая. Она может просто попасть в ту самую дырочку на роговице и закрыть ее от доступа собственной родной слезы, собственных ингибиторов протеолиза и прочее. Поэтому лучше использовать капли. Из мази можно использовать только гели, лубриканты. Опять же, та же самая слеза просто в виде геля. Вот это единственная мазевая форма для дома, для самостоятельной помощи. Также, если мазь можно использовать, если есть какая-то проблема не на глазной поверхности, не на роговице, а на веке, где-нибудь на шерстяной части века там хочется помазать, вот там можно мазью немножечко помазать. Опять же, тоже надо понимать, зачем мы это делаем. Потому что иногда, помазав этой мазью, потом очень сложно диагностировать такие местечки. Соскова, взять шерсть и прочее. Это немножко меняет. Если у вас есть какие-то вопросы, у вас наверняка есть какие-то вопросы, вы не стесняетесь их задавать. Если есть пожелание осветить какие-то другие вопросы, то тоже об этом говорить. Я надеюсь, хоть что-то полезное сказала и что-то было понятно. И можно, да, можно писать. Спасибо большое за такой развернутый рассказ. Я уже залезла всем своим собакам, глаза посмотрела, пока слушала, посмотрела, проверила. Есть уже, поступили вопросы. Один вопрос вот от Натальи. Во сне у щенка приоткрыты глаза. Это нормально? Сейчас, одну секундочку. Так, во сне у щенка приоткрыты глаза. Ну, нужно оценить. У него может быть приоткрыт глаз, но полностью закрыт третьим веком. Вот если он полностью закрыт третьим веком, это более-менее ничего. Вообще-то это не очень хорошо. Может, это просто возрастной. Сейчас у щенка такой период, который очень скоро пройдет. Но если это из-за того, что у него нижний век приминирует, то, знаете, это как повод взять ему слезу, сфотографировать его спящим и, может быть, действительно попасть, очно посмотреть, потому что это называется логофтальм, несмыкание век. И бывает несколько причин логофтальма. Одна анатомическая, просто веки так расположены, что не могут они сомкнуться, там нижний висит, допустим, века. А вторая причина неврологическая. Это редко бывает, если не было никакой травмы. Это когда, допустим, автотравма или удар сильный был, в висок или в область шеи тоже может век не смыкаться полностью. Наверняка есть и какие-то другие варианты, например, какой-то хирургии, после которой тоже, допустим, век не смыкается. Но это уже раритет, не будем о ней говорить. Можно ли брызгать мирамистин, да? В глаза? В глаза, если попал песок. Окомистин. Тот же мирамистин, но только для глаз, надлежащей концентрации. Можно его взять и его спокойно, совершенно использовать в глаза, если попал песок, прекрасно. Окомистин – это мирамистин для глаз. Что будет, если просто мирамистин в глаза капнуть? Ничего не будет. Ничего плохого не будет. Но я вам этого не говорила, потому что препарат, он же не показан для глаз, мирамистин. Для глаз – это окамистин. А так? Но веки-то точно можно протерять мирамистином. Только единственное, что не надо эту пшикалку использовать. Если использовать, то тогда уж пипетку капельную или без иглы шприц. Потому что пшик – это очень больно. На глазную поверхность. Вот. После… 4 месяца сейчас есть подозрения на бактериальную инфекцию. В том числе и из глаза. Пока ждем результат. Выделения не гнойные, но имеются. Ветеринар прописал анандин капли. Их можно вообще использовать? Анандин – скорее капли гигиены. Это БАТ. То есть там нет никакого не доказанного антисептического или противомикробного вещества. Хуже от них, конечно, не станет, но и как лечение они тоже не пойдут. У собак, в принципе, достаточно редко бывает изолированная бактериальная инфекция глаз. В отличие, например, от тех же кошек, у которых запросто и часто бывает изолированная бактериальная инфекция глаз. Если у собаки БАК-инфекция, то это обычно кашлящая и чихающая собака. У нее обязательно слезятся два глаза. И обязательно это не чисто слеза, а какая-нибудь слизь, или что-то такое желтенькое, зелененькое. Мазок, скорее всего, взяли на хламидиоз, на мекоплазмоз. И, возможно, даже придет положительный мекоплазмоз. Но это не всегда повод пить антибактериальный препарат в данном случае. Почему? Потому что щенку 4 месяца, во-первых, всего лишь только. Во-вторых, здесь в данном случае может быть ему действительно взять витабакт, покапать 3 раза в день, вот так вот просто, даже не видя этого щенка, дождаться результатов этих анализов. А дальше уж решить. Если идет вопрос о мекоплазмозе, тогда надо, чтобы было что-то еще, рентген делать, смотреть, кашляет, не кашляет. Есть выделение износа, нет выделения износа мекоплазма. Это условный патоген, он может просто жить. Ну, просто жить везде. На любом глазу и случайно попасться. Нам 6 месяцев, с 2 месяцев, как приехала от заводчика, появились слезные дорожки, одинаковые и ровные, слеза чистая. Кушали прохлам ягненок с недавнего времени с рыбой. Ничего не меняется, не можем понять, что не так. Ну, оценить, во-первых, вот если, допустим, корм идет с рыбы, а он точно только с рыбы идет, или все-таки доедается еще и предыдущий корм, дает что-то со стола. Вот эти моменты. Оценить. Потому что иногда кажется, ну, мы же ничего такого не давали. А, ну да, у нас, может быть, дети уронили на пол сыр. Ну вот, это может быть фактором. Может быть, там просто не абсолютная диета. С одной стороны. А с другой стороны, а может быть, там просто слизь в носослезном канале. Может быть, она осталась с того времени, когда потекли глаза. Да так, там и стоит. Возможно, здесь нужно промыть носослезный канал. Покапать не только в глаз, но и в нос. Там может быть, ренит запросто. Просто нос заложен. Собака, она не как человек, она же не говорит, мы не слышим там в нос. Не в нос. Вот. Только некоторые чихают, а некоторые не чихают. Вот. До какого возраста для кавалеров считается нормальным слезотечение? Здесь зависит от анатомии собаки. Как у нее расположены веки, не завернуты ли у нее вовнутрь слезные точки и присутствуют ли у нее слезные точки. В принципе, слезотечение может быть у собаки, когда у нее идет смена зубов. Тогда да, бывает такое. Период в жизни собаки, когда зубы меняются и почему-то глаз потек. Но это неудивительно, на самом деле, почему глаз потек. Я забыла вставить сюда слайд и сказать, надо об этом, наверное, хотя бы на словах. Есть такое понятие, адентогенный абсцесс, а если по-русски, то флюс. Иногда воспаляется зуб, жевательный, четвертый, премоляр. Щека чуть-чуть надувается, вроде как, такая красноватенькая, глаз течет очень сильно и приходит очень часто к офтальмологу. Почему? А потому что глаз течет. Вот то же самое касается и молодых зубов, которые растут, может быть слезотечение. А так вообще нет, не должно быть. Если анатомия нормальная, не должно быть. Если анатомия с нюансами, тогда может быть небольшое слезотечение, небольшое. Это не ручьем, а там чуть-чуть, немножко, там в уголках глаз собираться. есть ли какой-то универсальный гипоаллергенный корм, который вы можете посоветовать, чтобы не так текли глаза у кавалера. Все разные, звери и собаки, каждая конкретная собака, она тоже индивидуальная личность, у нее могут быть особенности с пищеварением. И, допустим, если это щенок, у которого вот так вот сильно текут глаза, на всю жизнь сажать его на гипоаллергенный универсальный корм, иногда это жестоко, иногда это может порождать другие проблемы из-за того, что ему элементарно не хватает тех же витаминов группы В и прочее. Ну, мне нравится, но это, опять же, это просто личное мнение, мне нравится корма щеба у рыбы. Я не знаю, как вы к этому относитесь в клубе, но вот мне нравится этот корм, щеба у рыбы, если у животного нет аллергии на рыбу, я частенько назначаю этот корм, просто потому, что он неплохой по колоражу, по составу, делается не в России, но это не панацея для всех-всех-всех животных, это ничего нет такого вот прямо абсолютно универсального, все равно надо индивидуально подбирать. и еще, если вы индивидуально подбираете собаке корм, там надо еще время, время определенное, пока собака на этот корм перейдет. Это не день, не два, не неделя, это надо месяца два есть для того, чтобы оценить, как выглядит собака, какие у нее глаза на этом корме. После прогулки наблюдается покраснение склера, может быть, причем в том, что собака тянет поводок. Если только после прогулки наблюдается покраснение склера, а в остальное время ничего такого не наблюдается, то может быть действительно причина в том, что она просто сильно душит себя на шейнике, а может быть и в том, что есть какое-то определенное количество экзогенных аллергенов на улице, особенно если это в какое-то такое пылевое время в летнее, допустим, или зимой, когда сыпят реагенты. Такое бывает, красные глаза у собак. Ну, наверное, пока просто не тянуть поводок, понаблюдать, может быть, добрать какой-то другой вариант амуниции. Вот, и если все ушло, значит, да, был виноват поводок, а если не все ушло, значит, возможно, виноват какой-то экзогенный аллерген. Считается ли кавалер склонами к таракте? Да, кавалер тоже считается склонами к таракте, как и многие другие виды спаниели, но, по крайней мере, из тех, кто приходит, я не скажу, что это прям где-то на первом месте, из заболеваний непосредственно кавалеров. Опять же, если это кавалер зверь в возрасте, почтенном, допустим, старше 10 лет, то даже если бы он был не кавалер, у него все равно был бы возрастной нуклеосклероз. И в каждом, опять же, конкретном случае, если у молодого животного начинается помутнение хрусталик, что нужно сделать? Прежде всего, сдать анализы крови, особо важно оценить уровень сахара в крови, оценить, нет ли никаких эндокринопатий, которые могут вызывать такое яркое помутнение хрусталика, исключить полностью, что не было никаких травм, в том числе контезионных, то, что могли ударить в глаз, и один глаз побелел. Если все нормально, проверить функцию сетчатки, то и поменять хрусталик, это возможно, и это делают. Если собака молодая с катарактой, это делают. Если это молодая собака с врожденной катарактой, что тоже иногда бывает, здесь надо сначала смотреть, что там сетчатка, но, как правило, это тоже делают. Щенок, 3,5 месяца текут глазки прозрачной водичкой, постоянно, корм 1, вкусняшки натуральные. Корм 1, вкусняшки натуральные. Может быть, попробовать в течение месяца вот эти вот натуральные вкусняшки у него и изолировать, и оставить ему корм один, и посмотреть. Если ничего не изменится, значит, причина не в этом. Значит, нужно идти смотреть, что там с веками, как они расположены. Какой должен быть повседневный уход за глазами? Нужно ли их промывать самостоятельно, или это лишнее? Если у вас собака с идеально чистыми глазами утром встает и смотрит ясными глазами, можно не промывать. А если вы видите, что утром во внутреннем уголке глаза небольшое количество слизи за ночь набирается, значит, аккуратненько марлевым тампоном от виска к носу используют тот же акомистин или обыкновенную кипяченую охлажденную воду. Одним движением убирать вот эту слизь. Если с утра есть малое количество выделений, это не является какой-то страшной патологией, это может быть опять же особенностью анатомии, неизвестным, там дом тоже может быть немножко по-разному, у кого-то там может быть ковры или животные, которых держат на сене. Вот, да, у нас как раз кашель есть и отрыгивает слюну после кашля. Если это про того щенка, у которого подозревают бактериальную инфекцию глаз, тогда да, может быть, это действительно какое-то системное заболевание, вирусное или бактериальное, которое нужно лечить полностью, системно, не только анандином в глаза, а назначать и препараты противовирусного, ряды профилактических препаратов. У кавалера постоянно текут глаза, возраст полтора года, так неизвестно, с какого возраста началось, попал в 7 месяцев. Сейчас не мокрые, но засохшие. Выделение дорожек коричневые, слегка попахивает не сильно, во сне бывает храпит, но уши чистые. Нам нужна ранее терапия сухого глаза? Какая? Скорее всего, в полтора года у него не сухой глаз, но опять же, так нельзя на 100% сказать, просто возраст, начал слишком необычный, редко, редко так бывает. Что можно сделать? Проанализировать рацион, купить собаке слезу, хотя бы самую простую, дофислез. Аккуратно убирать утром все выделения, аккуратненько протирать все эти дорожки. Они попахивают просто из-за того, что, видимо, высохли, и там, ну, там просто, если влажненько и хорошо на шерсти, там поселяется простейший грибок, а грибок попахивает грибом, дрожжами, может быть, из-за этого. Вот, здесь, наверное, скорее не ранняя терапия сухого глаза, а здесь скорее гигиена и слеза и анализ рациона нужен. Щенок периодически чихает, это нормально? Если щенок недавно в доме, они действительно, попадая в новый дом, чихают. Опять же, периодически, это сколько? Раз в день, 100 раз в день или 5 раз в день. Вот, если это раз в день, ничего страшного. А если это весь день по 10-20 раз, то это действительно не очень хорошо. Дома посмотреть на предмет источников пыли, ковров, там, тапочек шерстяных, чего-то, других животных. Регулярная влажная уборка, увлажнитель воздуха. Но можно, опять же, слезу там, ее можно, вот, если взять щенку слезу, ее можно в нос там в разок капнуть, но, как правило, достаточно влажной уборке. Если он еще чихает и кашляет, то это вот, вот это ненормально. Это, скорее всего, какой-то вирусный, заболевание. С утра после сна выделяем небольшие сгустки коричневатого цвета, скапливающиеся в уголках глаза. Это норма. Щенку 8 месяцев. Но если только с утра после сна небольшие сгустки коричневатого, коричневатого, потому что слеза окислилась на воздухе, в уголке глаза, потому что это логично, как бы, да, так стечет слеза, да, это может быть вариант нормы, особенно если у него есть тенденция к небольшому подвороту верхнего и нижнего века во внутреннем углу глаз такой, медиальный энтропиум, да, в принципе, может быть. А может быть, у собак аллергия на кошек, да, может быть, у собак аллергия на кошек, а у кошек на собак, а у людей на всех, и даже у кошек на людей. Но тут просто сложно проверить. Можно, конечно, аллергопанель сдавать, там, по-моему, есть и такое тоже, аллергия на кошек здесь. Либо путем наблюдения, либо путем изоляции кошки от собаки. Так, норма, не норма, как текут глаза, без покраснений протираем лосьоном. Самое важное смотреть, чтобы в лосьоне в составе не было спирта, и как можно меньше было бензолкония, хлорида. Потому что вот эта штука бензолкония, хлорид, который везде, где нужно и не нужно, добавляет, она имеет раздражающие действия на глаза, и даже проводили такие опыты, есть несколько статей, все, на кроликах издевались, каплями бензолкония, хлорида в глаза и смотрели, когда у них будет язва. У них была язва через несколько дней применения чистого бензолкония. Можно протирать лосьоном, не надо просто норовить попасть в глаз, а веки, если нужно, то можно. Какие вы порекомендуете препараты на звание от слезных дорожек? Самое главное, не допускать такого длительного слезотечения, чтобы образовывались слезные дорожки. А если они образовались, то не переживать. Решить проблему, которая вызывала слезотечение, чистенько, аккуратненько убирать антисептиком, вот опять же тот же самый мироместин там, да, с марлем, тампоном и регулярно, и ждать линьку. Линька, она часто бывает, два раза в год целых. Так, всем спасибо. Не переживайте, кто позже подключился, потому что мы записываем семинар, мы пришлем вам запись, вы сможете посмотреть и презентацию, и контакты, да, вот в презентации Людмилы тоже есть, как бы, да, можно же будет... Ну да, если кому нужно, то же самое, конечно, пишите, я отправлю. Вот. Если, если интересно, хоть немножко, или есть пожелание поговорить о каких-то других частях глаз, то тоже можно. Можно поговорить, например, о том же давлении там или о катаракте. Можно ли протирать глаза слабым раствором ромашки? Ну, с негорячим, и можно, да, можно. Только там вопрос такой, что если эта ромашка в фильтр-пакете, тогда можно, а если эта ромашка рассыпна, не, не надо, там всегда собирается небольшое количество вот этого ромашечного сухого вещества, которые... А еще ромашка или чай окрашивают... И это тоже, белая собака. Ромашка окрасит в желтый, то есть как бы имейте в виду. Вот. Ну вот, я смотрю, что... Нет, понравилось всем. Не переживайте, Лизавил, мне понравилось. Очень полезно, я говорю, я уже даже изучила глаза собак, сейчас щенков пойду изучать. Спасибо вам большое. Да, вот пишут. Очень интересно. Вам спасибо. Вот. А про глаза мы тоже узнали очень многого, и опять про хлоргексидин. Можно, можно, если в меру, если в меру можно, только не надо его особо в глаз лить. Любой хлоргексидин, он все-таки немножко подсушивает. Идет. 5%. Опять же, имейте в виду, хлоргексидин, он разный бывает, он действительно разный. По концентрации тогда должен быть не больше, чем 0,05. Он не должен быть спиртовой, а то иногда совершенно в таких же флаконах есть, спиртовой продают хлоргексидин, там смотреть, надо его нюхать. Вот. А дорожки, да, можно, если просто классика 0,05, то можно. Повторяю, в клинике один ВЕД принимает Людмила. Вот. Контакты тоже в презентации, там все будет написано, не переживайте. У всех все будет. Вот. Большое вам спасибо, что вы, Людмила, пришли, и все, кто слушал, тоже большие молодцы. Почти 50 человек нас слушало сегодня. Это здорово. Это значит, люди интересуются. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. До свидания.